Здравствуйте! С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата на телеканале Самараги. Всех приветствую, всех рады видеть, слышать и, конечно же, традиционно приглашаем вас принять участие в нашем эфире, в нашей беседе по телефону прямого эфира 202-11-22. Задавайте свои вопросы нашим гостям и, конечно, сегодня будем ждать от вас тоже интересных ответов. У нас сегодня модная Самара, такая вся, которая есть, ну, часть, по крайней мере, самая активная, самая интересная, самая-самая, собралась здесь представлять очень новый, очень интересный проект. Я думаю, совсем скоро вы будете как раз-таки включены в это мероприятие и уже будете планировать, что делать на ближайшие выходные. Пока же хочется вам задать такой интерактивный вопрос. Сегодня у нас на кону пригласительные билеты на прохождение квест. Квест-комната номер 9 вас приглашает и, конечно же, сегодня еще будем разыгрывать кучу призов. Нужно будет всего лишь навсего оригинально ответить на вопрос, продолжить фразу, что же такое мода для вас, по крайней мере. Стихи, песни, рисунки, все, что хотите, принимаются и по телефону, и в официальной группе программы «Универсальный формат». Ну что, давайте приветствовать наших сегодняшних гостей. Театральный художник, дизайнер, арт-директор Поволжских сезонов Александра Васильева Мария Казак. Здравствуйте. Здравствуйте. Дизайнер, победительница Поволжских сезонов Александра Васильева в номинации «Театральный костюм» Татьяна Мастерова. Здравствуйте. С нами здесь также Антон Овчинников, дизайнер кожаных аксессуаров. Здравствуйте. Здравствуйте. И дизайнер Зоя Семкина. Здравствуйте. Ну что, наверное, Мария, первое слово, как человек, который все-таки тоже откликнулся на мою просьбу собраться, рассказать о мероприятии. Что, где, когда? В эти выходные пройдет новое для Самары мероприятие, организаторами которого являются те же организаторы, кто проводит в Самаре уже 14 лет Поволжские сезоны Александра Васильева. И за эти 14 лет проведения фестиваля в Самаре скопился такой потенциал и такое количество дизайнеров, которые не просто на уровне студенческом показывают коллекции, а которые уже стали делать свои профессиональные коллекции. И опыт прошлых 14 сезонов показал, что у нас был большой вне конкурсный блок. То есть это бывшие участники, которые сейчас открывают свои мастерские, свои ателье, свои студии. И они уже выходят на рынок со своей продукцией, со своей одеждой, со своими изделиями. Их знают уже, конечно. Они уже известны, да. И вот в эти выходные мы хотели бы объединить весь потенциал этих дизайнеров, одежды и не только одежды, мы тоже про это расскажем, на одной площадке всех вместе для того, чтобы они продемонстрировали свои работы. То есть можно будет прийти, познакомиться с самими дизайнерами уже непосредственно, чьи вещи мы до этого смотрели только на подиуме. Теперь можно будет их пощупать, посмотреть, померить, может быть что-то купить, может быть что-то заказать. Тем самым мы хотим презентовать проект V-Seasons, то есть это детище поволжских сезонов уже в другом формате. Это возможность купить вещи и познакомиться с самими дизайнерами. То есть такая модная ярмарка, продажа знакомств. Шоу-рум, такой фэшн-маркет, много сейчас разных терминов, но мы хотели бы найти все-таки свою специфику, потому что помимо только одежды мы хотим представлять полный собранный образ от и до, чтобы можно было одеться от самарских дизайнеров. Это главная наша идея и хотим про нее поподробнее рассказать. Ну смотри, получается, что придет человек, да, какие числа это у вас проходит? Это 25 и 26 апреля. 25 и 26 апреля, вход свободный. Вот пришел человек, ходит, смотрит. Какая-то там программа у вас запланирована? У нас будет официальное открытие. Сами дизайнеры все эти два дня будут присутствовать и они будут общаться с клиентами, с гостями, они будут рассказывать о своей работе. Все можно будет посмотреть, все можно будет примерить. И самое главное, что с помощью профессиональных дизайнеров можно будет собрать образ. Причем не обязательно только от одного автора. Обувь может быть от одного дизайнера, сумки, одежда. Ну сейчас очень так модно, мне кажется, даже. Да, то есть мы хотим такой современный вид шоппинга и такую услугу предложить, когда вы можете скомпоновать ни на кого не похожий образ и не от тех брендов, которые нам уже, может быть, приелись, уже прелистались в журналах, когда полностью готовый бренд одевает с ног до головы человека. Именно хотелось вот таким путем. Интересный подход, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам, задавайте вопросы нашим гостям. Датьяна, ну почему решила принять участие в таком авантюрном мероприятии? Целых два дня практически открыто для общения. Подходите, смотрите, покупайте, заказывайте. Вот чем интересен для тебя, как для дизайнера? Ну, интересно в плане своего продвижения, естественно, дальнейшего продвижения, потому что Поволжский сезон – это моя стартовая площадка, вот, и благодаря им мое развитие и мой успех, собственно, это благодаря Поволжским сезонам. То есть заявите себе, пообщаться непосредственно с клиентами, показать свою новую коллекцию, которая уже вот недавно вышла. Когда все успеваете. Да, вот. То есть дальше это, как бы, у меня есть цель, дальше мое продвижение, да, и Поволжские сезоны. Это дальнейшая моя и начальная, и дальнейшая моя площадка, где я могу заявить о себе. Ну здорово смотреть вот на тех дизайнеров, которые когда-то к нам приходили тоже в эфир, кто был в Поволжских сезонах, они сначала просто выставлялись, да, на конкурс, потом смотрят, Татьяна, ателье открыла, как-то там что-то там интересным занимается. Я думаю, что ведь у каждого из тех, кто сегодня у нас будет присутствовать, расскажут, что уже есть свои мастерские, есть свои фанаты, поклонники, те, чей вот этот вот бренд их привлекает. Так что, друзья, давайте знакомиться, звонить нам, общаться будем в том числе. Что же для вас? Мода. Давайте будем принимать ваши звонки за самые оригинальные, дадим призы. Сегодня у нас их много. Антон, ты среди нас сегодня здесь как в малине, я понимаю, что одежду ты не шьешь, но вот ты решил принять тоже участие в таком вот интересном мероприятии. Для тебя это, как для дизайнера аксессуаров и прочих красивых вот вещей, что даст? Ты готов два дня, не отходя практически? Да, конечно, готов. Ну, в принципе, с Татьяной я солидарен, то есть для нас, наверное, для всех цель в большинстве одна и та же, да, то есть мы хотим показать, явить нашему городу новые формы, там, новые краски, да, вот новое видение моды, вот, а стереотипов отойти немножечко, вот, и показать, что все-таки в Самаре есть люди, да, молодые, которые способны город изменить. Вот, и дать ему что-то новое, конечно же, вот, как бы, наверное, в первую очередь, да, больше народу, чтобы увидела и узнала о нас, собственно, вот такие вот планы. Ну, в принципе, мы совсем скоро будем знакомиться с творчеством наших сегодняшних гостей, у нас даже, если вы не заметили, тут модели, это прекрасное, мне кажется, для мужского населения зрелище в том числе, ну и для нас, для всех. Зоя, ну тебе еще осталось слово такое дать, как у тебя складывается вообще вот с твоей модной работой, ты первый раз принимаешь участие в таких подобных, не первый? Третий раз я принимаю участие. Ну, и скажи, каково это, вот, пойти навстречу своим фанатам, поклонникам, своим клиентам, что-то им новое предложить, уже готовишься, что-то уже заготовила для них, для тех, кто придет к тебе в выходные? Да, я заготовила и старые коллекции, остались вещи новые, и аксессуарами я стала заниматься еще. Ну, я думаю, подробнее мы все покажем, расскажем. Как вы думаете, все-таки у нас в Самаре модные люди живут или пока их очень мало? У нас много очень красивых девушек, Самара не зря ими славится, это действительно так, и мы работаем с модой, и с большим количеством моделей эффектных девушек, могу это точно подтвердить, и много ездим и путешествуем, но хочется поменять то, что у нас еще не в такой степени модно и актуально одеваться от самарских дизайнеров. Мы хотим эту тенденцию изменить, делаем для этого все, и, в общем-то, вот тот потенциал, который сейчас есть в виде большого количества уже отелье мастерских самарских, он это показывает, и интерес у публики к этому растет. Вот почему нам и хотелось бы даже для гостей объединить всех мастеров в одном месте, то есть мы хотим создать некий такой союз дизайнеров одежды, дизайнеров одежды и аксессуаров. Я сама являюсь членом союза дизайнеров России. Мы хотим создать такую именно ячейку союза дизайнеров одежды в Самаре, чтобы было одно место и одно мероприятие, где все желающие смогут концентрированно увидеть весь спектр самарского дизайна. Почему мечта моя, чтобы был огромный шоу-рум, чтобы прийти туда, не вот так по городу где-то кататься там, потому что, к сожалению... Это было бы очень удобно и территориально, и это было бы удобно, потому что можно увидеть весь спектр предлагаемой дизайнерской одежды, вот, и мы хотим сделать это мероприятие систематичным, регулярным, проводить его примерно раз в месяц, тем более впереди осенью у нас 15-й юбилейный поволжский сезон, Я думаю, там на осенний-зимний сезон мы прогремим уже в полной мере, в полной мощности, вот, и постараемся переодеть наших очень красивых самарчанок, не только девушек, но и мужчин, у нас будут мужские модели представлены, потому что к нам присоединится также Мария Кирейкина из Ульяновска, которая была в прошлом году обладательницей Гран-при, с очень эффектной, хорошей мужской коллекцией, она приедет на само мероприятие, и поэтому мы приглашаем не только модниц, но и модников. Здорово. Причем они смогут укомплектовать образ полностью, потому что будут и сумки мужские, и обувь мужская, и мужская дизайнерская одежда. Ну вот, я знаю, кто за это отвечает. Кстати, что касается моды и модных людей, давайте посмотрим опрос на улицах нашего города, вообще следят ли наши самарцы за модой, а потом вернемся в студию, ждем ваших звонков, что же такое мода, если есть какой-то оригинальный ответ, будем рады принять по телефону 202-11-22. Да, слежу. Ну, местами. Там, если где что-то не понравится, я это не ношу, а где хорошо, то можно надеть. Нет. Никак. Скорее, да, чем нет. Я смотрю журналы, смотрю на улице людей. Я даже не могу сказать, как. Я бы не сказала, что я прям вообще стопроцентно следую моде, но стараюсь, по крайней мере, выглядеть согласно своему, своей фигуре, скажем так. Я не слежу за модой. Я вот одеваюсь так, как вот, нет, душа просит. Нет, не особо слежу. То есть мне нравится определенный стиль, то есть я не особо слежу, как бы, и не собираюсь. То есть что мне нравится, то я одеваю. Нет, не слежу. За модой не слежу. Нет. Ну, как, ну, я одеваюсь по вкусу. Что мне идет, ты одеваешься. Ну что, а теперь пришло время знакомиться с нашими дизайнерами, те, кто сегодня приготовил для вас не только фотографии, но и моделей. Давайте начнем с Марии. Мария представила совсем недавно на суд общественности свою новую коллекцию «Русский квадрат». Вот давайте мы сейчас посмотрим на модель, а потом уже более подробно на фотографии. Ну, Маша, рассказывайте. Эта коллекция была представлена в Марселе на дефиле моды, и по приглашению Анни Каре, бывшего нашего члена жюри, вот, был в числе трех коллекций поволжских сезонов. То есть наша модель, наша коллекция принималась на самом высоком уровне, включая зрителей, был даже Дидье Паракьян, который вице-мэр Марселя и месье Мошок, кто является президентом предопорта Франции. У нас была возможность с ними лично пообщаться. То есть эти вещи представлялись на самом высоком французском вообще уровне и были хорошо оценены. И поэтому хочется, чтобы после европейской презентации все-таки это было оценено и представлялось в Самаре, и продавалось в Самаре. Вот первая модель была из коллекции «Русский квадрат». Это платье уже из весенне-летней коллекции, которое предлагается как раз для выпускниц, для подружек невесты. То есть это весенне-летний сезон. Я в своей работе стараюсь использовать всегда натуральные ткани стопроцентные. Это шелка, шифон, кружево французское. Вот поэтому вас хорошо во Франции это принимают. Да, во Франции принимают хорошо. Поэтому хочется, чтобы наши модницы были только во всем самом лучшем и самого лучшего качества. Давайте фотографии посмотрим, потому что фотосессия тоже интересная. Где проходило это? Фотосессия эта проходила уже в Самаре, а коллекция как раз «Русский квадрат». Почему она так называется? Потому что в крое использованы элементы прямоугольного русского народного кроя, адаптированные уже под современные тенденции. Использованы элементы не только французского кружева, это в летней коллекции. А в этой коллекции использовался Павло-Пасадский платок, наш русский народный, шерстяной, натуральный, тоже натуральные материалы. И тем самым мне хотелось интегрировать его в современные модные тенденции и показать, как это можно использовать уже сейчас в современной жизни. То есть помимо шелковых платьев также есть плащи, которые дополняют образы. И такие утепленные варианты труб и платков, немножко видоизмененные версии. И эти цветы из платков, они переходят уже в объемные украшения. Здорово, друзья мои. Вот обратите внимание, что-то будет из твоей коллекции выходные представлены? Да, будут эти модели представлены и будет представлена новая коллекция весенне-летняя. Модницы Самары, присоединяйтесь. Это же так здорово, когда ты идешь на улице, по улице или к какому-то мероприятию, где подходят и говорят, а вот откуда у тебя такой наряд? А вот у меня наряд от Марии Казак. Мне кажется, это очень здорово. Ну что, Татьяна, твое слово. Посмотрим сначала на твою красивую модель. Да, эта модель была представлена на 14-х волжских сезонах во внеконкурсном показе. Китайская тематика, то есть я вдохновленная культурой Китая, сделала целую коллекцию большую из 23 моделей. И здесь использованы оригинальные элементы кроя, что самое главное в этой коллекции есть. И авторские принты с портретами, оригинальными тоже портретами китайских художников. А кого это участвует уже вне конкурса? Очень накладывает на тебя большую ответственность, я бы сказала. Да, то есть это уже не конкурсант, тут уже как бы как профессионал к тебе относится, и совершенно другой взгляд зрителя. И ты должен именно себя показать на лучшем свете, не упасть грязью в лицо. Давайте фотографии, Татьяна, посмотрим, потому что каждого из дизайнеров, я попросила, что-то подготовить. Аня, ну рассказывайте, что мы видим здесь. Да, это вот как раз вот китайская коллекция. Здесь также использованы множество различных тканей, в том числе и натуральные ткани есть. Здесь и шелк, и хлопок, и кружево здесь использовано. Сколько времени у тебя ушло на эту коллекцию? На создание коллекции, ну где-то в полгода. Полгода. Да, ну как правило. Вот это вот коллекция, платье из натурального шелка. Шелк я, кстати, привезла из Пекина. То есть такой местный шелк, слушайте, как здорово. Да, да, да. Собственно, поездкой в Пекин я и вдохновилась этой коллекцией. Это аксессуары уже тоже мои авторские, уже из новой коллекции. То есть здесь такой видеоряд моделей, которые будут представлены, собственно говоря, на V-Seasons 25-26. Вот это тоже коллекция, мне кажется, она шумевшая. Это коллекция победительницы, сахар, также будет представлена в V-Seasons. А вот на тебе сейчас платье. Да, это из китайской коллекции, да. Тоже, в принципе, здорово выглядит. 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте звоните нам, задавайте вопросы, отвечайте на наш вопрос. Что же такое мода для вас? Будет интересно услышать ваше мнение. Антон сегодня тут у нас пришел не с пустыми руками. Здесь вот мы сейчас можем видеть, да, сумку номер один. И сумку номер два. Я думаю, как раз для жительницы города такая сумка – это просто спасение. Потому что туда можно положить все, что, как говорится, нужно. И уже сразу с работы и куда-то отправиться. Можно даже на тренировку, мне кажется, туда засунуть, бутылочку и кеды. Антон, ну расскажи вообще про себя, про свои работы. Это как ты пришел к работе с кожей. Это ведь тоже капризный, мне кажется, материал такой красивый. Ну, на самом деле, вот как по мне, кожа наоборот. Мы видим сейчас твои работы. Да, более такой универсальный материал, вот, потому что с ним можно очень много манипуляций проводить. Вот, поэтому он мне стал, вот, для меня стал более интересным, чем какие-то текстильные, да. Как давно ты этим занимаешься? Да на самом деле не очень давно, два года. Два года? Всего два года, да. Вот, и на самом деле желание родилось просто сделать себе нормальную сумку, которую я хотел, чтобы она была не как у всех. То есть такой примитивный, собственно, старт. Вот, с этого все началось, первое, второе, третье. Вот, потом вот сделай мне что-нибудь, сделай мне кошелечек. Как обычно это бывает, а все, потом это уже переросло, уже, наверное, в смысл того, чем я хочу заниматься. Ну, а ты, получается, прорисовываешь все сам, придумываешь все сам? Да, да, полностью. То есть с чистого листа бумаги. Начал подходить. Да, да, вот почему-то обувь мне тоже так затянула, тоже на самом деле. Не потому, что это кожа, да, опять же, то есть есть даже идеи сочетать это и с тканами, с какими-то плотными, с джинсой и все, и еще что-то. Вот, но просто обувь это, я даже не знаю, то есть с одной и той же колодки можно сотни разных просто взять, сделать сотни разных пар, вот, и они будут не похожи друг на друга, очень интересно. Ну, что ты представишь 25-го, 26-го на этом мероприятии? Ну, то, что здесь сейчас есть, это все будет, и еще есть несколько, тоже, тоже еще одна сумка, и еще там ремни, вот, и обувь там парочку, тоже две пары, сандалики и еще одни топсайдеры розенькие. Мне кажется, что это действительно, ведь у тебя не повторяется все, да? Ну, вот, да, то есть моя, собственно, если мы о концепции сейчас начнем говорить, то есть я стараюсь использовать асимметричность деталей, да, как видно на черной сумке, на желтой, то есть, соответственно, это говорит о чем? Что одна и та же модель сумки не будет идентичной предыдущей за счет вот деталей вот этих, которые применяются, они всегда будут разные. Соответственно, две одинаковые сумки вы не встретите нигде. Вот, и никто не скажет, а у тебя такая же сумка, как у меня. Это эксклюзив, друзья мои, надо к этому стремиться. У нас еще здесь есть Зоя, которая тоже, мне кажется, будет рада представить свою модель. Зоя, ну, расскажи немножечко о том, что мы видим, кстати, в руках у модели сумка Антона. Это тоже круто. Все смотрите. Эта коллекция стала победителем в фавловских сезонах в костюме «Реальность». То есть надел и пошел? Да. Как раз по погоде, мне кажется, сейчас. На курточке использована вышивка, стежка, ну, индивидуальная тоже, которая не повторяется. Сама все делала? Здорово. Ну, вот, пожалуйста, мне кажется, после эфира модель может смело отправиться сейчас как раз-таки по городу гулять. Мы видим фотографию, Зоя, расскажи, что здесь. Ну, вот как раз вся коллекция в полном объеме. Вы сотрудничаете с Антоном? Да, аксессуары коллекции делал Антон. Антон, как это вот работает в тандеме? Ну, для меня это был первый опыт, на самом деле, предложение Зои. Вот, но я сразу согласился. Вот. Было интересно поучаствовать. Я участвовал в первый раз, тем более мы первый раз, я участвовал, сразу заняли какое-то место, да, призовое. То есть очень приятно. Тоже вдохновился всем этим делом. Понял, что все-таки мои труды, мои старания оценили. Вот, и только вперед, вот, есть идеи, есть планы на дальше сотрудничество. Вот так. Здорово. Зоя, а ты вот сегодня, у тебя блузка, это твоего пошива? Нет, к сожалению, сегодня пальто пришло к своему. Ну, люди часто обращаются, знакомые. Да. Чтобы, так вот видишь, кто-то в твоих вещах ходит, каково это? Ну, очень приятно видеть. Тем более, что так ты... Даже если это маленький какой-то аксессуар, очень приятно видеть фотографии или человек, который идет в твоих вещах, сделанных твоими руками. Ну, вот так, друзья мои. Сегодня мы рассказываем вам о наших самарских дизайнерах. У нас модная Самара. И пытаемся сегодня выяснить и у вас. Не стесняйтесь, звоните. Давайте разыграем приз. Это посещение для всех своей компании. Квест номер 9, комната номер 9. Удивительное, мне кажется, вообще мероприятие, чтобы провести как-то время выходные, в том числе. Звоните, что же для вас мода. Любой оригинальный ответ мы приветствуем. И, конечно же, будем рады вручить вам призы. Также у нас еще есть сертификат на бесплатное посещение парикмахерской счастья. Укладка, стрижка, я думаю, как раз тоже к весеннему сезону обновится. Почему нет? Ну, что ж, совсем скоро в нашей студии появятся еще дизайнеры и еще модели. Не переключайтесь, все самое интересное у нас впереди. В Самаре можно познакомиться, куда угодно, в лагере, на работе тоже самое. Да просто даже на улице или на остановке. Думаю, на Самарской площади. Сложно сказать. Наверное, на танцах. Я не могу это сказать, потому что я замужем, я этим как-то особо не практикую. В Самаре можно познакомиться в фитнес-клубе. Можно познакомиться, я думаю, что на работе, в объединении людей. Но в любом случае можно увлекаться различными хобби, ходить на рисование, ходить на сальсу, сейчас это очень популярно. Ходить на английский язык, на обучение различные курсы. И где-то что-то, я думаю, выстрелит обязательно, особенно если это судьба. То 100%. Набережная, а также театр, оперы, балеты, то есть культурные какие-то искусства. Парки, клубы. Для тех, кто молодые, в клубах, больше я не знаю. На набережной, в клубе каком-нибудь, в кафе, в ресторане. Ну и даже не знаю, я познакомилась с по объявлению. По объявлению? Ярмарка «Плюс». То есть вы по объявлению нашли? Да. И как, это страшно было? Да нет. Просто позвонил он мне, встречу назначил и познакомилась с ним. С ума сойти? Интересно, где. Ну если учишься в институте, значит в институте. Но если в школе тоже. Бывает и в школе первый любовь встретиться. Ну такая юношеская, я имею в виду. Ну а в общем-то, возможно, даже на производстве. Я не знаю. Везде. Я не знаю, что-то вопрос такой странный. Это мудрая женщина. Ухоженная, самое главное. Уважающая себя, наверное. Ну для меня вообще-то красивая женщина, это та женщина, с которой приятно пообщаться, поговорить, чтобы в голове был ум. Ну, конечно, внешние достоинства. Ну, внешние достоинства, они приходящие-уходящие, это относительно. А все-таки женщина должна быть красива, как говорится, своим умом. Наверное, умная, прежде всего. Ну и, наверное, понимающая. Вот, наверное, так, с моей точки зрения, так. Которая следит за собой, наверное, в меру своих сил и возможностей. Ну, у меня жена моя самая красивая. Из скольки. Мне кажется, красота женщины заключается в ее женственности. И, прежде всего, она должна быть утонченной и грациозной. И, прежде всего, должна быть женщиной. Ну, с хорошим настроением, я так думаю. Как солнышко, вот, например, светит. Красивая женщина, это умная женщина, в первую очередь. А потом, во вторую очередь, это тоже физическая красота. Что же для вас, мода? Выясняем сегодня. Звоните нам, рассказывайте. 202-11-22. Получите пригласительные билеты на квест номер 9, комнату номер 9. Либо в парикмахерскую, что тоже, мне кажется, очень хорошо. Представляю вам наших сегодняшних гостей. Ребята рассказывают о том, что замечательное мероприятие, презентация. Ну, мне кажется, это очень интересно стоит посетить всем, кто не только следит за модой, но и хочет выглядеть индивидуально, неповторимо и эксклюзивно. Но самое главное, мне кажется, что каждый найдет для себя что-то по душе. We Seasons, правильно, да? Во, я научился уже за эфир говорить. Все здорово. Давайте представляю наших гостей, наших вторых участников. С нами здесь мастер по работе с кожей, кожаной обувью. Михаил Денкин, здравствуйте. Здравствуйте. С нами здесь Лана Вининская, дизайнер одежды и аксессуаров. Здравствуйте. И Наталья Склес, дизайнер из города Новокуйбышевск. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и здесь с нами также организатор этого мероприятия Мария Казак. Мария, откуда кроме Новокуйбышевска еще приедут к нам участие? Ну, конечно, основу составляет Самара, потому что хочется, чтобы именно самарские дизайнеры нашли своего самарского потребителя, встретились наконец-то, познакомились, увидели друг друга. Наталья представляет у нас Новокуйбышевск, тоже неоднократная участница наших павловских сезонов. И участница вне конкурсного профессионального показа, потому что Наталья расскажет, у нее свое уже производство, профессиональное производство, она может отшивать вещи сериями, тиражом. И также уже непосредственно к мероприятию приедет Мария Кирейкина из города Ульяновск, потому что она тоже неоднократная участница фестиваля, и теперь она уже выходит на профессиональный уровень. В прошлом году она получила гран-при фестиваля в размере 100 тысяч на создание новой профессиональной коллекции, которую как раз она представит в Самаре, уже непосредственно для наших самарских модников. Коллекция будет мужская. Кстати, о мужской коллекции. Вот, пожалуйста, с нами здесь сегодня человек, который может сделать из кожи все, что угодно, но, мне кажется, получается у него просто восхитительно. Михаил, ну расскажите, как вы к этому пришли? Тоже для себя начали что-то делать или для кого-то? Нет, на самом деле у меня один дед занимался обувью, немножко ремонтировал, второй занимался смехом, с кожей, надел головные уборы, отшивал шапки. Я как бы в этом во всем рос, и когда, ну, можно сказать, и когда достиг возраста, когда я смог что-то сам делать, я, в принципе, начал увлекаться кожей. Кожа – это такой материал, который, наоборот, я не соглашусь, наверное, с Антоном, он не прощает ошибок. То есть, в данном случае, если пройдешь швом по одному месту, второй раз уже, как бы, это детально установить. Поэтому, то есть, вот в этой сложности, может быть, и заключается мой основной интерес. Ну и, как бы, мне нравятся качественные вещи в целом, и, в частности, обувь. Поэтому я занимаюсь, как у кожгалантерии, ну, обувь – это, как бы, мое основное направление. А что вот люди говорят, когда узнают, что вы шьете обувь вот от нуля и до того момента, что ее действительно можно носить на улице? Что говорят? Говорят о том, что они боятся все об этом говорить, потому что говорят, что мы в любом случае это не потянем. Почему-то всем кажется, что это очень дорого. Я хочу всех разуверить то, что, на самом деле, это всем доступно. Мы найдем, я думаю, компромиссы. Главное, чтобы человек обратился, и мы обсудили то, что он хочет. Вот. Занимаюсь, действительно, с нуля. То есть человек ко мне обращается с какой-то определенной задачей. Я ему даю свои предложения, либо он может какие-то свои внести. Вот. То есть я моделирую, и в качестве мастера выступаю тоже я. У нас фотографии есть? Давайте смотреть. Вот, пожалуйста, как это выглядит, как говорится, на начальных этапах. Да, это начальник. Это как раз-таки моделирование, создание грунта, в данном случае вот этот грунт. Это вот наброски эскиза, что должно в итоге получиться. Это процесс сборки. Это какая-то... У вас зингер-машинка? Да, я работаю вот исключительно на старинных машинах. Там потому что швы, мне кажется, которые вообще идеальны. Качество шва, да. То есть на современных машинах такого не достичь. Я вот на этой просто зависла фотографии. Какой здесь просто вот шов и вот эта вот ювелирная работа. Просто очень здорово. А у вас своя мастерская, да, получается? Да, у меня своя мастерская. И в целом там у меня размещены все инструменты, пресса и так далее. А кто ваши заказчики? Кто эти люди? Ну, в основном, конечно, люди обеспеченные, но как бы они делятся поровну. И обеспеченные люди, которым нравятся именно эксклюзивные вещи, потому что порой... Потому что подкопить и купить, а потом носить. Да, люди, которые понимающие, они последние копейки отдадут, чтобы иметь именно эксклюзивную вещь. Потому что за все время, сколько я этим занимаюсь, я ни разу не сделал одной и той же вещи. В целом это всегда полностью эксклюзивная вещь. Здесь можно увидеть, да, то есть это сумки, это портупеи, всевозможные кошельки. Но в целом я хочу сказать, что обувь, конечно, это мой основной профиль и то, чем я хочу заниматься и что развиваться. Я вот начала, когда общаться все-таки с самарскими дизайнерами, поняла, что все это выглядит настолько тонко, настолько эксклюзивно, что вот не поверю, что это сделано просто руками, что это не на фабрике где-то, что это именно своими руками. Лучше на мои руки не смотреть вблизи. Если вы посмотрите, вы поймете, что все сделано именно ими. Именно руками. Ну, что касается нашей стильной Самары, здорово, когда у нас приезжают к нам гости, иностранные в том числе. И замечательно, что на улицах нашего города появились указатели на иностранных языках, как это происходит. И предлагаю сейчас посмотреть сюжет и вернуться потом в студию. Будем рассказывать уже о моделях и наших следующих дизайнерах. Самара – настоящая находка для туриста. В областной столице десятки памятников, прекрасные парки, театры. В нашем городе есть, что посмотреть, уверены жители. Ну, наверное, Крыльевический музей, оперный театр, обязательно филармонию, конечно. Посоветовал бы, наверное, посетить музей Алабина, посмотреть потом, ну, думаю, Парк Победы. Можно было бы тоже посмотреть. А также можно по нашей набережной прогуляться. Здесь очень красиво, на самом деле. Театр, убирая балеты, сходить обязательно. На Куйбышева площадь. Ну, можно и на Гагарина даже, в парк. Чтобы гостям города было проще ориентироваться, уже сейчас устанавливают информационные указатели. В этом году в городе появится 50 таких табличек. Они разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства культуры России. На каждом есть не только текст, но и специальный код. Если поднести к нему гаджет, он сразу загрузит интернет-сайт с информацией о конкретном памятнике. В настоящее время портал уже создан. Портал Гоу Самара, который можно будет посмотреть, спланировать маршруты по территории города Самара. Данный портал будет многоязычным. Он будет переводиться и также будет наполняться еще дополнительными сервисами, на которых можно будет забронировать гостиницу, купить билеты. Такие своеобразные туристические вехи-указатели – только первый этап подготовки. В чемпионату мира по футболу в Самаре будет создана целая система туристической навигации. Появятся мобильные гиды, указатели на английском языке, на фасадах домов и в общественном транспорте. Откроются информационные центры. Два уже появились – на железнодорожном вокзале и в аэропорту Курумыч. Еще два откроются на стадионе «Космос-арена». Продолжаем вас знакомить с нашими сегодняшними модными гостями. У нас сегодня не только модная Самара, но и модный Новакуйбышев. Давайте передадим слово нашему дизайнеру Наталье. Склес, Наталья, рассказывайте, кто из ваших моделей здесь сегодня представлен? Тут представлен комплект из моей предыдущей коллекции, который был продемонстрирован на поволжских сезонах во внеконкурсном показе. Этот комплект выполнен из итальянского жаккарда, фатин, шелк. Я работаю в стиле фьюжн, люблю сочетание сложных элементов кроя и разных текстур. На груди вышивка нашего логотипа, выполненная на коже, металлической нитью. У нас мастерская имеет возможность делать вышивку разной сложности, хорошее оборудование. На рынке мы работаем уже. Держать уже целое подразделение такое. Ответственно перед работниками, перед людьми. Нас уже хорошо знают в нашем городе. Очень много клиентов из других городов. Самара, Москва, районные центры. Так, еще есть модель, да? Да. Это модель из новой летней коллекции. Тут тоже сочетаю разность текстуры, различные принты, яркие цвета, весеннее и летнее настроение. И очень хорошо этот комплект, как бы органично добавлен аксессуарами Светланы. Это ее ручные, ручной работа аксессуары. Ну вот эта геометрия, мне интересно, ведь не страшно так вот комбинировать и тут принт такой, и полоску. Леопард с полоской? Да, леопард с полоской. Это как бы... Очень смело, но очень красиво. Такую девушку не пропустила. Нужно иметь меру. Давайте посмотрим фотографии. Пожалуйста, что мы видим сейчас? Это как раз предыдущая коллекция на неделе моды Мерседес. В Самаре проходила... Закумы все лица здесь у нас. Здорово. То есть... Комплект из кожи, шелка, с Александром Васильевым на Поволжских сезонах. Что он сказал лично вот вам? Что ты сказал? На ушко? Ну, пожелал удачи, не бросаясь, продвигать дальше свой бренд. Ну и какие перспективы? Что хочется? Выйти куда-то дальше? Да. За рубеж хочется выйти? Не хочется. Есть уже какие-то тенденции к этому? Ну, сначала, думаю, Москва-Питер. Если покориться Москва-Питер, то, мне кажется, уже можно будет замахиваться. Да. Ну что, у нас есть еще девушки, кто не ходил, модели. Просим вас пройти. Что здесь мы видим? Давайте рассказывайте. Лан. Это платье, да, представленное из коллекции «Букет». Концепция моей работы заключается в том, что полностью ручная работа. Да мы уже тут умерли вообще. Все сделано абсолютно моими руками. Очень здорово. Каждый цветочек, друзья мои, вывезен. Да, вывезен. И тут их более 200. Процесс работы длительный. И аксессуары тоже самостоятельно делаете. Аксессуары, да. Маки, это была первой моей коллекцией, которую я представила на Половских сезонах. А на коллекции меня вдохновляют цветы. Я такой дизайнер-садовник, который вывезает цветы. Самой уроне тоже хорошо. Что будет представлено у вас в субботу-воскресенье? Будут представлены вязаные изделия и много аксессуаров, которые подойдут. А в какой технике вы вяжете это ручной? Народной, да. Все руками? Да, руками. А кто учил? Никто не учил. Самостоятельно? Этому не учат. Это дано. Ну, а вдруг просто, ну, тут выяснили, у Михаила тут семейная. Ну, когда-то давно меня научили вязать носочки. Носочки. Да, все с этого. Да. Все с этого и началось. Но носочки сейчас я не вяжу. А было бы, кстати, очень неплохо дизайнерские-то носочки получить даже в подарок, в конце концов. Кладчики, метай бисер. Это мне намного интереснее. Понятно. Ну, а какие еще, может быть, дизайнеры будут представлены, кроме вот аксессуаров, что-то еще будет интересное? Очки, может быть, какие-то еще вещи? Дело в том, что я хотела бы, как бы, тоже рассказать, что в Самаре проходит очереда неких мероприятий, где можно в полной мере посмотреть аксессуары различные, различного вида ярмарки, такого плана, они проводятся. Но там имеет успех только аксессуары. Одежда на этих ярмарках. Мы много где участвовали, поверьте, пробовали участвовать везде. Именно хочется поэтому создать свое, мы взялись за это, чтобы создать свое мероприятие. Именно в тандеме, что не просто отдельные вещи, отдельные аксессуары, отдельные очки. Очков пока у нас нет. Давай, Маша, где и когда, во сколько? 20 секунд у нас. 25 и 26 апреля по адресу Алексея Толстого 100, там вас будут встречать и ждать. Поверьте, вы не потеряетесь. Два дня полностью с 11 до 6 вечера мы вас ждем на проекте V-Seasons, где вы сможете... Вход свободный. Вход свободный. Спасибо вам большое. Друзья, вам удачи, будьте модными.